Вечер добрый, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте уже те, кто пришел, те, кто подходит потихонечку. И сегодня я хочу попробовать обсудить с вами одну, на мой взгляд, интересную тему. На самом деле, может быть, эта тема, конечно, и не всех, и не каждого трогает, но тем не менее, евреи, живущие в Израиле, они часто задаются этим вопросом. И сегодня вот одна женщина меня спросила, почему в Сферата Омер никто не делает свадеб? При этом она... Добрый вечер тем, кто подходит. Добрый вечер. Мы говорим про то, что не делаются свадьбы в Сферата Омер. Когда мы считаем, вот... Да, куда-то все потерялись. Вот. Почему не делается... Алло, 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 теряется оно почему-то у нас немножечко. Почему не делают свадеб в Сферата Омер? Хотя, казалось бы, да, можно сказать, что есть так много заповедей, которые евреи должны выполнять или не выполнять, но почему-то именно вот эта самая заповедь, она... Ну, не то, что распространяется на всех евреев, но действительно в Израиле и в Америке, и в городах, и в местах, где действительно есть много евреев, и есть еврейский суд и так далее, в этих местах не делают в Сферата Омер еврейские свадьбы. Да? При этом, еще раз я говорю, что есть люди, которые могут не соблюдать там кашрут, не соблюдать субботу, но именно вот это они, да, соблюдают. Если кому-то приходило в голову, почему это происходит, да, можете написать. Вы знаете, я всегда рада видеть ваши комментарии, рада послушать, что вы говорите и так далее. Также вопрос, это одна из главных заповедей про Урву, только первый человек успел открыть глаза, как бах, ух, первая заповедь, которую ему дали, да, про Урву. А тут вдруг 50 дней в году, те говорят, не женитесь, да, то есть вот просто берут и не дают создавать новые семьи, делать свадьбы. Опять же, если есть идеи, буду рада их увидеть. При этом историю про самых умных и самых правильных учеников, рабиаки, вы все знаете, я ее даже не буду повторять, потому что многие знают, наверное, это уже наизусть, да, и поэтому я не буду говорить с вами про это еще раз. Я хочу донести до вас, наверное, какой-то свой взгляд на то, что происходит еще раз. Это мой взгляд, естественно, пользуюсь Тарой, пользуюсь еврейскими источниками, и, может быть, многие со мной не согласятся, но известно и понятно, что я не Раф, я не вывожу Аллаху, да, и вот эти уроки мои, на самом деле, я их называю личными беседами с тем, кому может быть действительно интересно мое мнение на это или на другие вопросы. Да, и давайте вернемся к главному. Я предлагаю вам вспомнить тем, кто случайно вдруг, может быть, забыл, хотя я думаю, что никто этого не забыл, что этим нашим миром руководит Всевышний, да, и одновременно задействованы у него две дороги. Во всяком случае, это то, что как бы реально видно. Первая дорога – это всем ясная и понятная, и она, эта дорога, называется Дерех-Атева, да, то есть через очевидные какие-то нам понятные природные явления, да, то есть там через звезды, через Луну, Солнце, дожди, снега и так далее, да, то есть наш мир существует по физическим законам. И, может быть, вы не раз слышали, звезды сложились так, это сложилось так, да, звездочеты, астрологи у нас просчитывают, это сложилось тем, это оттуда, это всё, и это действительно одна из дорог, которым этот мир, который этот мир, так сказать, пользуется. Всевышний так руководит, да, при этом Всевышний создал целую иерархию, да, и в ней каждый ангел отвечает за свой объект и за то, как он действует. И это дорога от Всевышнего к нам, сверху вниз, да, где, как говорится, действует Мазалот, где его решение и желание, решение Всевышнего, его желание, но злим, да, но злим, это проливаются, проливаются сюда, к нам. Проливаются, почему они проливаются, как бы, да, это потому, что Всевышнему необходимо ограничить, сузить свой свет, свою силу, чтобы этот мир мог принять сущность Всевышнего. Всевышний настолько велико, вы это знаете, что просто этот наш мир не выдержал бы его полного здесь нахождения, и поэтому Всевышний создал определенные сосуды, определенные инструменты, как вот руководить, да. И именно для этого же в этот мир спускаются ангелы, и они выполняют свою работу. Вторая же дорога, в отличие от первой, да, это дорога от нас к нему, да, то есть мы знаем от него к нам и от нас к нему. То есть разными путями можно что-либо изменить в нашей жизни и сделать, прийти куда-то, да, и что такое наша дорога? Это наши действия, про которые мы знаем сказано, что над евреями никакие мы золот не в силах, да, то есть у нас нету такого, что то, что мы делаем, с нами произойдет то, что должно произойти как бы по реальным природным каким-то вещам, да, то есть на нас никакие звезды, и то, что за издочет вычитали, высчитали, все это на нас не действует. Это та самая сила, которую Всевышний захотел и дал своему народу. Итак, мы с вами возвращаемся, вот это было некое такое вступление, чтобы мы смогли вернуться и понять, опять же, почему вот в эти 50 дней у евреев не делают свадьбы и чего люди боятся, да, почему вот этот страх не дает именно в эти дни их жениться, когда, еще раз я говорю, они почему-то не боятся в течение всей своей жизни нарушать ту или иную заповедь, шаббат, кашрут и много-много-много-много других, да, но именно делать свадьбы в эти 50 дней ни в коем случае не делают, да. Мы знаем, помним, что Сферат Аомер длится 50 дней от Песоха до Шавуота. И что это? Это у нас получается 7 дней, 7 недель, да, 7 и 7, 49, и потом 50-й день – это уже Шавуот. Вообще у нас евреев 7 – это очень такое число, часто встречающееся. И вот мы с вами вышли из Египта. Да, кстати, если вы помните, у нас эта заповедь есть – выходить каждый год. Каждый год мы выходим из Египта. Каждый год мы выходим из рабства. А потом, через 50 дней мы приходим к празднику Шавуот. Для чего? Для того, что, кому это трудно слышать, можете не слышать, это такое, чтобы принять на себя рабство Всевышнего, да. То есть сказать, что ты раб Всевышнего – это, наверное, самая большая похвала еврею, потому что это очень трудно быть рабом Всевышнего, да. Также вот этот день Шавуот, принятие Тары, можно назвать, что это день, который должен был бы быть, как наш Ихупой с Всевышним, да, соединить Всевышнего и Его народ. И если мы все с вами помним, то Египет считался нечистым местом, местом, где преобладало идолопоклончество, да, то, что называется ритуальной нечистотой. Вот евреи, это невеста, пребывали в ритуальной нечистоте. И у нас должна быть встреча с нашим женихом, с Всевышним. Ну, мы знаем, что принятие Тары называется свадьбой, и об этом говорится о Шерим и несказательно, да, и во многих других наших источниках. Итак, как же невеста, находясь в нечистом состоянии, должна приготовиться к свадьбе, к встрече с женихом? По нашему еврейскому обычаю, как это делается, как мы себя готовим к свадьбе, или даже не только к свадьбе, а просто ежемесячно встрече со своим мужем. После нечистых дней, при том, как мы находимся в нечистом ритуальном состоянии, мы должны отсчитать семь дней, да, а в нашем случае это семь недель. И тут же опять я задам этот самый вопрос. Почему вот все так боятся делать свадьбы в Сферата Омер? Мы с вами знаем, что законы чистоты, семейной чистоты, они стоят на страже нашего народа, и переступить эти законы приводит к тому, что, не дай бог, переступившим эти законы, полагается кред, да, соответственно, происходит, не дай бог, вымирание, уничтожение семьи. И мы с вами опять же знаем, Легавдель, Легавдель, тоже как соним, что когда наш народ жил в местах, где мы не давали соблюдать семейную чистоту, за достаточно короткое время, за какие-то 70-80 лет, произошло то, что можно сказать о симиляции, и на самом деле перестали рождаться еврейские дети, да, мы не соблюдали чистоту, не соблюдали все вот наши законы, и еврейская семья уже становилась нееврейской, и так далее, и так далее, да. Поэтому законы семейной чистоты, они стоят на страже нашего народа, чтобы мы остались живы, и переступить их приводит к самым печальным последствиям. И какая же женщина, особенно еврейская женщина, захочет себе и своей семье такое, да. Да, поэтому мы ждем и считаем день за днем, да. И тут необыкновенно важно сказать, что, можно сказать, у женщины закончились нечистые дни, пусть пройдет семь дней, она пойдет в миг. Но нет, нет, это все не так, потому что она каждый день должна считать. И если вы обратили внимание, те, кто считают сферата омер, они тоже знают, что необходимо, важно каждый день подсчитать, да. И когда уже просчитают все 49 дней на 50-й день, действительно, можно делать свадьбу. Почему вот этот счет, зачем, для чего он нужен, да. Потому что мы слой за слоем, слой за слоем освобождаемся от нечистого, пока мы не дойдем до состояния, что сможем принять своего жениха. Короче, поспешишь, людей насмешишь. Необходимо подождать все семь недель для того, чтобы действительно иметь возможность сделать свадьбу. Еще хочу сказать про те силы, которые действуют в это время. В Талмуде объяснено, что Сатан, не очень хорошо называть это имя, да, Ецер-Гара и Малахамавет, это одно духовное существо. И этот ангел спускается в этот мир, да, его называют тоже ангелом, он спускается в этот мир, и склоняет человека к грехам, к тому, что мы нарушали, да. И в этом качестве он называется Ецер-Ара. А если мы нечисты, не хотим очищаться, то тем более он имеет над нами власть и силу, да. А после того, как мы пошли по его пути, по его дороге туда, куда он нас толкал, да, он очень хитрый товарищ, он быстренько бах-бах-бах бежит, поднимается наверх, поднимается выше миры, когда там происходит суд, у нас постоянно как бы судят. Для чего он принимается? Это то, чтобы быстренько обвинить человека перед небесным судом в тех самых грехах, на которые он же сам этого человека толкал, да. И в этом обличии он уже называется, скажем, ангелом-обвинитель, да, не хочу говорить его имя, вообще его зовут как бы имя этого имени, ангела Самуэль, но у нас принято говорить сам Хэт, для того, чтобы не давать жизненности ему вот этому имени, которое как бы приносит в этот мир вот все эти неприятности. Еще раз напомню, что все-все то это идет от Всевышнего, да, тоже. Вот, значит, он там находится ангелом-обвинителем, а потом вот уже, когда он получает разрешение на смерть человека, он спускается уже сюда вниз, как ангел смерти, и пресекает всякую связь между душой и телом. Так вот, мы с вами сейчас та самая невеста, которая готовится к своей свадьбе, и мы не хотим давать силу нашему плохому вначале. Мы не даем, не хотим давать ангелу-обвинителю обвинить нас, и поэтому мы шаг за шагом обновляемся и очищаемся, снимаем вот эти скорлупки. каждый день, да, всфера-то омер, то хэсэ, то гвура, то хэсэ, то гвура, то год, то молхут. Каждый день, опс, 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 все то плохое, что есть, вся то клепот, все те, как бы, какие-то плохие вещи, они от нас спадают, как вот такая шелуха, для того, чтобы мы пришли действительно чистыми и обновленными. И каждый год, каждый год мы принимаем Тору, от него вот такой подарок, самый лучший подарок, который только может быть для этого мира, и который дается нашему народу. В те семь недель, первый раз, когда мы должны были принять, в те семь недель, что мы стояли у горы Синай, мы уже напортачили, мы уже решили, что мы совершим какую-либо свадьбу. Наш главный жених не пришел, не спустилась, Тора еще не тут, где Всевышний непонятно, вроде вывел, да, жених, так сказать, утащил нас из нечистого, плохого места, вроде бы привел к месту свадьбы, но вот мы его не видим, мы его не слышим. Давай-ка быстренько себе другого жениха найдем, да, имеется в виду, что наш народ завалил, так сказать, на себя такую вещь, как он сделал золотого тельца. И что я могу сказать, что давайте мы с вами будем, сейчас мы, каждый из нас на своем месте, постараемся дождаться нашего жениха ко времени нашей свадьбы очиститься, встречать его с любовью, встречать его, отодвинув от себя всякие вот какие-то плохие вещи, максимально постараться подняться над своим уровнем, да, и с Божьей помощью прийти к шивуоту, к нашей свадьбе в максимально хорошем состоянии, чтобы наш народ продолжал и дальше жить, и процветать, и выполнять свое предназначение. Хорошей вам недели, очень рада нашей встрече, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok